Пожар оставил тагильскую семью без крыши над головой. В минувшие выходные на улице Садовой полностью сгорел частный дом с постройками. Подробности через минуту. Область сократит расходы на детский отдых в следующем году на треть. Такая информация прозвучала на совещании в администрации города по вопросу оздоровительной кампании. Что намерены сделать в Нижнем Тагиле, чтобы сохранить количество детей, которые будут отдыхать в загородных лагерях следующим летом. Менее месяца остается до главных международных стартов года. Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин вновь пройдет в Нижнем Тагиле. Готов ли комплекс к предстоящим соревнованиям? Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о главных событиях минувших выходных и понедельника. Остались без крыши над головой. Накануне выходные произошел крупный пожар на улице Садовой. Полностью сгорел частный дом с постройками. В этот момент в нем находилось 4 человека – глава семьи и 3 дочери. К счастью, никто не пострадал. Отец успел вынести дочерей из огня. Всего же в доме проживало 7 человек. Сейчас погорельцам предоставили временное жилье. По словам соседей, семью трудно назвать благополучной. Основная версия трагедии – нарушение правил безопасности при использовании печи в бане. Вместе с домом сгорело все имущество, включая документы и одежду. Семья осталась ни с чем. Соседи и неравнодушные горожане объявили сбор вещей пострадавшим. Если вы можете помочь, позвоните по телефону 8 950 548 1206. Оздоровительную кампанию следующего года сегодня обсуждали на совещании в администрации города. Точнее, те изменения, которые грядут, если будут приняты два федеральных законопроекта. Они, по мнению специалистов, в худшую сторону изменят подходы к финансированию загородных лагерей. Регион уже решил сэкономить на детском отдыхе. Летом семьей на дачу. Репортаж Натальи Филимоновой. Предварительные итоги оздоровительной кампании 2016 года сегодня озвучил начальник управления образования Игорь Юрлов. В целом, все прошло успешно. За 11 месяцев отдохнули практически 27 тысяч юных тагильчан. В загородных дневных спортивных лагерях, а также в пансионатах и в Анапе. В целом, оздоровительная кампания достаточно успешно в этом году прошла. И надо сказать, что те цифры и те показатели, на которые мы планировали выйти, то есть по охвату детей, по количеству, по формам оздоровления, они, в общем-то, прошли. И впору бы продолжить успешную практику, но, увы, грядущие перемены, скорее всего, внесут неприятные коррективы. Содержание двух федеральных законопроектов не вселяет оптимизма. Первый законопроект, который Министерство образования вносит, он вообще обменяет 131-м ФЗ полномочия органов местного самоуправления по организации отдыха и оздоровления людей. Все полномочия выносятся на уровень субъекта федерального. Все загородно-островительные лагеря становятся образовательными организациями, подлежат лицензированию. Новый тип образования – рекреационное образование. Второй законопроект, который выносится под руководством Кареловой, он более такой лояльный, если можно сказать, но не определяется тот орган, который будет отвечать. Идет два варианта – соцполитика либо образование. Каждый загородный лагерь перед заездом детей должен будет пройти лицензирование. Что именно оно предполагает, пока никто сказать не может. Но ясно одно – потребуются серьезные финансовые средства. В противном случае излюбленные школьниками места отдыха следующим летом окажутся на замке. Кроме того, подчиняться они будут не муниципальной власти, а субъекту федерации. Практика показывает, что все, что забирают у муниципалитетов, им же и возвращалось, значит, только уже без финансирования. Я надеюсь, все-таки, как на торжество здравого смысла, ну, пора же ему все-таки торжествовать. Мало того, областное правительство планирует сократить финансирование следующей оздоровительной кампании практически на 30%. Сергей Носов отметил, даже в условиях сокращения финансирования программы летнего отдыха юных тагильчан необходимо сохранить. Здесь огромная надежда на городские лагеря с дневным пребыванием. Для этого необходимо уже сейчас продумать программы для каждого учреждения с условием, что дети не только будут обеспечены полноценным питанием, но и смогут активно и с пользой проводить время, подчеркнул глава города. Наталья Филимонова, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. Экспертный совет по развитию моногородов образован при Государственной Думе Российской Федерации. Инициатором его создания стал депутат от Нижне-Тагильского округа Алексей Былыбердин. Он же назначен его руководителем. В совет консультационного органа войдут депутаты, чиновники, главы городов, в числе которых мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и руководители крупных промышленных предприятий. Мы связались с Алексеем Былыбердиным. Алексей Владимирович, здравствуйте. Расскажите об экспертном совете. Какие вопросы он будет решать? Предварительный состав. То есть есть уже ряд высокопоставленных лиц, как начиная с депутатов Государственной Думы, моих коллег, так и заканчивая. Там есть и руководители предприятий, есть и главы городов, есть Сергей Константинович Носов, хотя не могу мне не похвастаться, да? Которые будут входить в данный совет. И будем решать вопросы, будем разрабатывать законопроекты и вносить их уже на рассмотрение комитета. Так будем работать. Алексей Владимирович, а когда предположительно состоится первое заседание и какова его повестка? Первое заседание ориентировочно планируем, еще раз говорю, только планируем, это в начале декабря, потому что сейчас мы, все депутаты, находимся на региональной неделе до конца ноября. В начале декабря, это в середине декабря, я думаю, что организационное первое заседание совета будем проводить. В продолжении темы. Проект федерального бюджета принят Госдумой в первом чтении. На 2017 год заложена инфляция 4%. Дефицит превысит 3% ВВП. Расходы на здравоохранение будут сокращены, но вместе с тем вырастут расходы на социальную политику. Министр финансов Антон Силуанов, представляя бюджет, признал, что он получился одним из самых жестких за последние 14 лет. Он подчеркнул, что несмотря на все ограничения, гарантировано выполнение всех социальных обязательств. Единственное отделение Сбербанка в микрорайоне Старатель прекратило работу, несмотря на протесты клиентов. Люди уверены, принято неверное решение и ищут поддержки, в том числе в городской администрации. В ситуации разбирался Алексей Алексеев. Двери отделения Сбербанка по адресу Каспийская, 23, закрыты вот уже не первую неделю. Жители Старателя испытывают по этой причине определенные затруднения. Особенно непросто приходится пожилым людям. Наталья Васильева собиралась оплатить коммунальные услуги по просьбе родителей. Сами они из-за занятости сделать это не успевают. Отсутствие такой возможности рядом с домом стало неприятным сюрпризом для многих. Сейчас вот не знаем, как будут родители платить. И вот пенсионеры, бабушки старые тоже постоянно тут в очередях стояли. Очень плохие условия у нас, конечно, Сбербанк закрыли, потому что мы здесь оплачиваем коммунальные услуги, все платежи. У нас больше нигде. Приходится нам в город ездить, оплачивать квитанции за садик, потому что здесь квитанции не принимают. Банкомат тоже не всегда работает у них вот здесь, на улице которой. Опасения, что отделение на Старателей могут закрыть, высказывались давно. Основания для волнений вроде бы имелись. Это стало ясно из разговора с представителем Сбербанка. Банк регулярно проводит оценку отделений с точки зрения их востребованности. Оценивает количество посетителей, спрос клиентов на услуги. Исходя из этого, какие-то офисы могут быть объединены. Где-то может быть открыто новое подразделение, а находящееся рядом с ним старое закрыто. Однако, как следует из пояснений, в данном случае все иначе. Работа была приостановлена в связи с техническими неполадками. Их устранением занимаются. Планируется, что уже завтра клиентов вновь будут принимать по прежнему графику. Алексей Алексеев, Михаил Крюков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Присоединенные участки тагильских кладбищ осваиваются очень умеренными темпами. С одной стороны, это можно расценить как условный показатель снижения смертности горожан. Однако, общее число погребений не снижается. В ситуации разбирался Антон Исаев. Этот участок в несколько гектар был специально определен под новые захоронения и присоединен к центральному кладбищу. Однако, за три с небольшим месяца здесь появилось около 30 могил, при общем числе захороненных на Рогожино в 180 человек. С одной стороны, относительно небольшое число захоронений может служить условным показателем снижения смертности горожан. Но фактически это означает другое. В старых границах городских погостов еще достаточно мест для погребений. Человек имеет право похоронить близкого человека на участке при соблюдении санитарных норм. Также возможно новое захоронение поверх старого по истечении 25 лет. Новые участки на центральном и северном кладбищах, по сути, являются запасными площадями. Освоение началось в соответствии с разработанными ранее проектами. Проекты прошли в госэкспертизу. То есть, с выполненной планировкой кладбища. То есть, захоронения начались. Могилы на новых участках не имеют оградок. Как заявили в службе заказчика городского хозяйства, одиночные захоронения являются более эстетичными. Разрешение выдается любому человеку, который приходит и нуждается в захоронении своего родственника. Препятствий никаких никто не чинит. Каждому новому захоронению присваивается инвентарный номер. В будущем также должна заработать электронная система распределения участков для погребений, в которой сойдет к минимуму коррупционный фактор, когда смотрители продавали хорошие места. Антон Исаев, Александр Штраух, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. В новогодние каникулы в Свердловской области появятся дополнительные поезда. Они будут ходить из столицы Среднего Урала в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Адлер. Вспомогательные составы назначены на самые популярные туристические направления с 24 декабря. Подробную информацию можно узнать на сайте РЖД или в справочных вокзалах. К другим темам. В Нижнем Тагиле географический диктант написали более 200 человек. Масштабная образовательная акция прошла по всей стране в минувшее воскресенье. Диктант включал 30 заданий. Это вопросы на знание географических понятий и терминов, расположение географических объектов и художественный текст, посвященный определенному месту. Свои знания по географии тагильчане проверили на четырех площадках. Как сообщили организаторы, 228 человек стали участниками акции в нашем городе. Самому молодому из них исполнилось 12, а самому пожилому 75 лет. Результаты диктанта можно будет узнать в течение 45 дней на сайте РГО. Всех участников, выполнивших задания диктанта на «Отлично» ждут подарки. Менее месяца остается до главных международных стартов года. Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин вновь пройдет в Нижнем Тагиле. О готовности комплекса к предстоящим соревнованиям расскажет Анна Хабарова. О готовности к женским стартам Кубка мира отчитывались сегодня задействованные службы города и администрация трамплинного комплекса. Традиционно в целях безопасности все зрители пройдут на входе металлодетектор. Будут дежурить четыре кареты скорой помощи. У ФИСа они просят, чтобы был определен один руководитель медицинской службы, который бы доложил на собрании капитанов, какие будут действия в случае падения спортсмена. То есть, это план эвакуации спортсмена. Значит, мы этим тоже занимаемся. И Безбородов Сергей Васильевич, главный врач скорой помощи, он дал добро. Он это доложит. И помимо этого, еще мы готовим раздаточный материал, в том числе и на английском языке. Помогать иностранным гостям от момента приземления в Кольцово до выхода на старт готовы волонтеры. В этом году их количество увеличилось до 115 человек. Отбор добровольцев закончился накануне. Одно из требований – знание английского языка. С 25 по 27 ноября на базе загородного лагеря «Баранчинские огоньки» мы планируем провести учебу волонтеров. Значит, также за два дня будут проведены проверка персональных данных и обучение данных волонтеров. И 30 ноября планируем окончательные списки направить на аккредитацию. Функты горячего питания, кофейни, сувенирные лавки не дадут зрителям промерзнуть на этапе Кубка мира. Цены на билеты по-прежнему остались, в отличие от других стран, весьма демократичными. Парковочные места управления городским хозяйством расчистят к 1 декабря. Добраться до места проведения также не составит труда. В администрации разработаны маршруты общественного транспорта. Отработана уже схема. У нас 12 маршрутов, тройка, 19. Не буду все перечислять, они идут по Челюскинцев, до установки Челюскинцев. Остановки Челюскинцев у нас будет организовано союз МНТ, два автобуса большой вместимости Лиаза и Урал-Транскомом, два пазика, которые будут с интервалом 5-10 минут от Челюскинцев возить желающих до самой площадки АЭСТа. Сборная России приступила к тренировкам уже в эту пятницу. Через две недели ожидают приезд команд из Канады и Казахстана. Сам Кубок мира по прыжкам на лужах с трамплина пройдет с 9 по 11 декабря. Анна Хабарова, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагиу-ТВ. И о валюте на завтра. Официальный курс доллара США на вторник, 22 ноября, 64 рубля 35 копеек. Евро 68 рублей 36 копеек. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США 64 рубля 49 копеек. Покупки 64 рубля 30 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 68 рублей 50 копеек. Реализовать за 68 рублей 32 копейки. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Дома и стены лечат. Нижний Тагильский спутник обыграл Тюменский рубин. Гости ехали в наш город с переменой в составе. В команде Андрея Кирдишова также произошли изменения. На лед не смог выйти Вадим Кравченко. Он получил травму в матче двумя днями ранее. Первый период прошел в равной борьбе и опасных моментах ни у кого из соперников не было. На 19 секунде второй 20 минутки наш новичок Иван Иванов бросил со средней зоны и открыл счет. На второй минуте отрезка отличился другой дебютант оранжевых Александр Бирюков. Свой шанс отыграться тюменцы использовали лишь однажды. За минуту до сирены на второй перерыв Марат Фахруддинов забил одну шайбу в наши вороты. Как раз в эти минуты спутник встречается с Южным Уралом. Чем закончится эта игра, расскажем в ближайшее время. Металлурги продолжают культивировать здоровый образ жизни. В выходные в детско-юношеской спортивной школе «Уралец» финишировал городской турнир под хэквондо на приз Евраза. Подобные соревнования по принципу командных спаррингов среди спортсменов 9-15 лет в нашем городе проходили впервые. В них приняли участие порядка 80 воспитанников детских юношеских спортшкол Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Каменско-Уральского. В этом году для секции тэквондо Евраз НТМК выделил средства на проведение спортивных мероприятий, а также на поездки на соревнования и приобретение оборудования – различных гирь, боксерской груши, жгута эспандера. Идейным вдохновителем прошедшего турнира стал ведущий инженер по ремонту конвертерного цеха Владимир Морозов. Среди его воспитанников – призеры первенства страны, победители Кубков России и мира. Такова была информационная картина дня. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefestv.ru. За темы, которые лягут в основу репортажей, дарим призы. Спонсор рубрики – компания «Арт-Медиагрупп». В ноябре действуют специальные предложения. Спланируем вашу рекламную кампанию под любой бюджет «Арт-Медиагрупп». Расширяем возможности. Всего доброго. До свидания.